диафрагма собрана шлейф заменен и все уже установлено переходим к сборке будем периодически чистить поверхности собирать одну за другой сейчас я проверю еще раз перед установкой работы диафрагм мягонько ходит 1 диафрагма и вторую диафрагму будем двигать вот так тоже мягонько ходит без каких-либо залипаний поехали дальше поверхности линзы какие-либо загрязнения с одной и той которая сейчас будет вставляться то есть речь идет об вот этой линзе сейчас мы с нее уберем с поверхности загрязнение и так элементы сопряжены переходим к стабилизатору также очищаем стабилизатор предварительно накрываем предыдущий блок который собрали проходим несколькими тряпками каждый раз меняем чтобы фрагменты частицы убирались с поверхности стыкуем объекты устанавливаем эксцентрики на свои места согласно меткам закрепляем винтом сначала позиционируем после того как позиция выверена затягиваем винт проделываем процедуру дальше со второй второй эксцентрик на месте третий четвертый на месте пятый на месте диастировочные кольца на месте верхняя линза тоже на месте сопряжение элементов так первый шлейф второй шлейф шлейфы попали теперь нужно зажимать это доведем до конца и зажмем первый зажат второй сопряжение колб и поворот в этой точке у нас сопряжение установка колара стабилизатора в эту точку загоняем колар стабилизатора ставим позиции и так позиция выставлена устанавливаем винт переходим к следующему колару и так колар и диафрагма тоже на месте теперь можно прокрутить вот они здесь устанавливаем колечко вот сюда и здесь в окошечке появляется место для крепления колара позицию колара ставим на место его и закрепляем винтом на винте небольшое количество вещества фиксатора переходим к другим заказчик изъявил желание поставить обратно эти же втулки которые мы развернули что его это устроит так что мы устанавливаем обратно эти втулки но с учетом того что они уже слегка изо и not повернуты чтобы уменьшить тем самым люфт ставлю последнюю все готово перед сопряжением тубусов прочищаю еще разочек стряхиваясь есть какие-то частицы и на стеклах убирают и все также проходим и вот эту все сопрягаем элементы вот здесь все сошлось теперь укладываем вот так и устанавливаем винты винты ставим на фиксатор обязательно второй и так винты на месте я проверяем люфт а люфта то нету такого который был ставим движок при установке движка смотрим конечно же вот сюда здесь есть поводок а здесь есть место куда должен этот поводок вставляться давайте посмотрим поближе вот место куда должен попасть поводок и вот он сам поводок внутри вот эти места нужно сопрячь и так элементы совпали здесь сразу проверяем работает или нет но при этом держим то что я чуть даже винтами не закрепил видим что линза бегает нам придется еще также снять переднюю линзу и под ней почистить стекло крепим винты здесь стоит помнить что при установке винтов сверху необходимо налить немного фиксатора тут предусмотрено я в ямочки выйдет буквально немножечко по капельке нанесем фиксатора устанавливаем пока что винты тем по ним по ямкам раскладываем небольшое количество фиксатора шлицы я попадать не буду потому что шлиц потом будет забиты невозможно будет разобрать если это будет нужно устанавливаем зум и здесь смотрим на то чтобы вот сквозь это окошко вот это прошел вот этот шлейф вот этот поводок попал в механизм управления в зацеп вот сюда именно здесь находится вот этот зацеп зума чтобы аккуратно прошли шлейф и вышли без всяких проблем у нас он здесь довольно сложный поэтому требует определенной усидчивости вот этот шлейф аккуратно вышел и все остальные и так поехали будем делать это не спеша и займет это довольно какое-то время продолжительное потому что требует очень большого вашей концентрации внимания а также аккуратности потому что шлейфы не терпят изломов и перегибов и надрывов и так спустя какое-то время шлейфы все вышли еще не поставлены до упора все колечко необходимо выставить его и после этого она встанет само то есть все чутенько и плотненько остается закрепить все винты и также поставить фиксатор винты на месте теперь остается уложить фиксатор вкладываем плату с учетом того что шлейфы нужно вытащить цепляем плату на винт и так укладываем шлейф шлейф диафрагмы зашел закрываем дальше управление что-то на шлейфе какая-то древидень надо помыть его так сухой теперь можно установить цепляем на место готова теперь этот движок так секунду стаба сначала первый точнее сначала 2 потом 1 и со вторым будет немножко потруднее здесь нужно его слегка выгнуть но при этом не деформировать и так 2 до упора и 1 устанавливаем и до упора все здесь у нас плавный излом который нужен для перехода внутрь теперь устанавливаем наклейки здесь остается последний разъем аккуратненько все установлено и теперь переходим к сбору байонета здесь устанавливаем кольцо так вот колечко на место так тем резинка затем сам байонет винты винты на месте подтянуты теперь позиционируем контакт контакт на место и прикрутить его нужно винтами так здесь слегка можно пройди продать подвинуть и вот так зажимаем контакт контакт двумя винтами крепится еще раз проходим тканью после чего устанавливаем вот эту часть здесь в этой части помогаем лопаткой если напрямую зажимать можно сломать направляю защелку все зашло переходим к тестам объектив собран и собственно первое что хочется проверить это собственно качение как видим его уже нет такого какое оно было однако люфт все равно можно заметить вот я двигаю но такого сильного какой был конечно же не видно не видно и так делаем транспонировать транспокацию и здесь тоже видим что у нас нету такой проблемы никаких люфтов так теперь перед чем все это будем сейчас испытывать я хочу открыть переднее стекло и убрать из него вот это вот все и все что снизу и так после нагрева слегка поднимаем вот эту часть и вот эту часть здесь просто двухсторонний клей скотч но при этом соблюдаем аккуратность потому что сломать можно поцарапать можно линзу и так сняли снизу находятся винты выкручиваем при выкручивании винтов держу за байонет ой за переднюю часть линзы чтобы не давить на ковары очищаю эту поверхность чтобы дополнительная пыль не падала внутрь системы используем еще один кусок ткани теперь извлекаем делаем вот так и винда вышла с этой стороны у нас вся пыль вот она мы ее сейчас уберем и с этой стороны тоже пыль и мы ее уберем также здесь следы жирных частей каких-то пока что первую линзу устанавливаем просто на ткань у нас первая работа она подпружинена эта линза поэтому имеет небольшие люфты такие так мне не нравится вот этот вот эта часть мне не нравится она довольно сильно загрязнена каким-то веществом так кажется отмывается сейчас еще вам отмывать берем теперь чистый кусок ткани и проходим финально новый кусок и аккуратно проходим вот так теперь берем еще один кусок этот выкидываем и финальная очистка внимательно осматриваем если есть частицы удаляем устанавливаем линзу позиционируем все должно зайти так чтобы нигде ничего не выходило вперед в данном случае вы зашло немножко не так и так теперь устанавливаем винты на место проходим эти участки клеем готово теперь устанавливаем набра обратно колечко устанавливаем на место кольцо и прижимаем его и прижимаем его итак открываем цепляем аккумулятор нужно установить и так тут диафрагма 22 слышим что движок работает сейчас посмотрим диафрагму и так это диафрагма и мы видим что она открывается и закрывается давайте попробуем сделать трансфокацию трансфокация сделано и видим что тоже все открывается благополучно и закрывается так тест на пробег работа еще 70 работа теперь стабилизатор включение отключения звук так сейчас выключаем не работает работа 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 теперь перейдем к тестам ну и теперь будем проверять это назначение на четверке мы чинили диафрагму будем работать проверять диафрагму и будем 24 замерять вот здесь а потом 24 замерять вот здесь итак смотрим видоискатель это сначала назначение будет 24 здесь и 24 здесь теперь закрываем дырку до ну скажем вот так замеряем экспонометром смотрим обратно видоискатель так готово снимочки есть теперь трансфокация здесь значение значит опять выбираем минимальное а здесь ставим максимальное значение так сфокусироваться нужно здесь еще и на телефоне итак это у нас значение 70 на открытой дырке 70 на открытой дырке 70 на открытой дырке теперь закрываем точно то же самое здесь и здесь в общем то вот полученные кадры у нас закрыта дырка самая важная детализация то что на заднем плане все домики всякие вблизи вдали диафрагма отрабатывает как надо насчет глубины резкости не уверен потому что предыдущая разборка была не по позициям и у нас очень много нет как не точных коларов вот соответственно погрешность будет на каждом коларе особенно что касается значение 24 а что касается диафрагмы диафрагмы у нас работают нормально стабильно без каких-либо ошибок соответственно ошибок выдавать он не будет сейчас я закрываю диафрагму можно видеть давайте посмотрим диафрагму сквозь вот здесь так вот видим что диафрагма отрабатывает так и еще что а стабилизатор включаем стабилизатор осевой проверяем оси так видим что слегка картинку он тащит как надо то есть когда я пытаюсь производить вибрацию он ее стабилизирует на этом значение работает давайте на 24 здесь он тоже отрабатывает он видно бегает оп оп ловит картинку так на этом ремонт шлепа диафрагма закончен объектив опять работает так ну и теперь смотрим файлы так это 24 значение так смотрим ближе дальше это у нас 24 на открытой на четверке так далее это у нас 24 на открытой 24 значения и четверка далее закрыта дырка и закрыт а это cr2 cr2 файл рапка это закрытая дырка тоже 24 это уже закрытая дырка значение 24 бесконечность так далее это у нас cr2 это у нас cr это да cr2 70 значение открытая дырка вот как то так на самом деле вот ну я просто здесь приблизил значит вот он полный кадр прибавляем прибавляем дальше теперь бесконечность также прибавляем детализация видно сзади на горизонте сооружение дальше 70 значение с закрытой дыркой и дальше бесконечность 70 кирпичи детализация вот такой итог на этом все до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор